Меган и титулы это такая же вечная тема, как любовный треугольник Чарльз Диана Камилла. Эти два темы будут обсуждать вечно. Даже когда проблема будет полностью решена. В общем, под раздачу попала Елизавета II. Так, в Твиттере были возмущены ее безразличные реакции на то, что Матрена Сассекская, пользуясь своими титулами, позвонила политикам США, чтобы обсудить оплачиваемый отпуск. Так, герцогиня позвонила сенатору Сьюзен Коллинз. Политик была шокирована. К моему большому удивлению, она позвонила мне по моей частной линии и представилась как герцогиня Сассекская, что довольно иронично. Королевский эксперт Анжела Левин заявила, что Меган Маркл тем не менее должна продолжать следовать протоколу, несмотря на то, что она ушла с должности действующей королевской семьи. В Твиттере же началась жесткая борьба между фанатами герцогов Монтиситского королевства и здравомыслящими людьми. Фанаты выражали благодарность Маркл за то, что она переживает об американцах и делает все, чтобы хорошо было не сливком общества, а простым людям. Спасибо Меган за все, что она делает для нас простых людей. Меган не является политиком, но делает больше, чем все политики вместе взятые. Спасибо Меган за то, что она борется и поддерживает тех, кто также борется. У меня сложилось впечатление, что их все писал один и тот же человек. Хотя, возможно, фанатов сасокских делают на одной фабрике, шутка-минутка. И с ними вступили в спор более здравомыслящие люди. Правда, их заносило немного в другую сторону. Так многих возмутило бездействие королевы. О чем думает Елизавета? Меган и Гарри наплевали на ее протоколы и делают все, что сами захотят. Монархия уже ничего не решает. Королева слишком стара. Британии нужен новый король. Потому что Елизавета так любит своего внука, что позволяет ему делать все. Даже пользоваться титулами и лезть в политику. Если королева ничего не сделает, то Меган станет политиком. Пожалуйста, спасите народ Америки. В общем, теперь народ штатов требует неоплачиваемой отпуска, а чтобы королева Меган лишила титулов, ведь без них мадам герцогини почти никому неизвестная актриса. Однако уже ни один эксперт заявил, что королева не лишит сасекских титулов. Кроме того, в Британии считают, что Меган пользуется титулами в знак уважения. А вы как думаете, лишит ли королева титулов сасекских? Или это сделает следующий король? Или наоборот, этого не сделает никто? Ребенок герцогов сасекских еще до рождения привлек к себе особое внимание. Ну а появление на свет восьмого правнука королевы вызвало настоящий ажиотаж у журналистов и поклонников монаршей семьи. Маленький Арчи Харрисон Маунтбетин-Виндзор, родившийся 6 мая, вряд ли когда-нибудь займет престол, но теоретически является седьмым в линии наследования. Принц Гарри и герцогиня Меган решили обеспечить сыну как можно более обычную жизнь. Так что имя у него не совсем согласуется с монаршими традициями, которые требуют называть малышей в честь предков. Титула малыш по желанию родителей тоже не получит, он не станет ни герцогом, ни графом. Крещение детей крестят малышей в первые недели после рождения, наряжая их вне зависимости от пола в очаровательную крестильную рубашку из шелка и роскошного кружева. Эта традиция установилась после того, как в 1841 году в таком наряде окрестили будущую королеву Викторию. С тех пор наряд примерили 62 отпрыска королевской семьи. В 2013 году одеяние отправили в музей, а для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон шили новую, точно такую же рубашку. Вероятно, именно ее и предстоит надеть маленькому Арчи. В семьях аристократов считают, что детская одежда не должна копировать взрослую, поэтому принцев можно увидеть в коротеньких штанишках, а не в брюках. Традиция, связанная с игрушками, обычно новорожденных буквально заваливают подарками из разных стран, их могут прислать и политические лидеры. И простые жители британского содружества, да и жители любой другой страны. Кое-что родители оставляют для малыша, а остальное передают благотворительным организациям. Но точно известно, что британская королевская семья старается передавать игрушки от родителей к детям. А еще здесь предпочитают простые игрушки, ограничивая доступ к планшетам и прочим радостям прогресса. Так и для детской фантазии, и для здоровья полезнее. Самые интересные и любимые вещицы имеют шансы угодить в музей, конечно, когда малыш подрастет. Образование королевских детей, когда юные принцы подрастают, они отправляются в элитные школы и колледжи. Такие, как домашнее образование последней в семье получила Елизавета II, поступают в университеты. А затем отправляются служить в вооруженных силах, причем во многих отношениях подчиняются более строгой дисциплине. Чем остальные, ведь за ними следит семья и общественность, и даже фото на отдыхе может стать поводом для возмущения. Контролировать каждый шаг родичи монархов учатся с детства, но пока что юному Арчи дозволены любые нарушения этикета. Хотя, как говорят прабабушки и прадедушки, он вежливо улыбнулся. В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл – самая обсуждаемая пара во всем мире. Удивительно, но такой статус они получили еще до ухода из королевской семьи и своего переезда в Калифорнию. В какой-то момент именно герцоги Сассекские стали личными пиар-менеджерами дома британской короны. То и дело они разжигали конфликты своими высказываниями о жизни в Виндзорском замке и о том, как неуважительно относились к ним представители монаршего двора. Когда публика стала понимать, что Меган Маркл станет одной из них, то фанаты начали предполагать крепкую дружбу между кембриджскими и Сассекскими. Эксперты некоторое время называли их великолепной четверкой, ведь поначалу Гарри Меган Уильям и Кейт действительно поладили. Принц Гарри всегда с особым трепетом говорил о своей супруге, и даже когда он еще не до конца понимал, что ждет его в будущем, больше всего на свете он желал познакомить Меган с Уильямом и Кейт. «Это было захватывающе, я имею в виду то, что происходило в течение определенного периода времени, когда я буквально никому ничего не говорил. А потом Уильям очень сильно хотел встретиться с ней, и Кэтрин тоже, так что, как вы знаете, нам удалось совершить это пару раз». «Ну ладно, довольно много раз», — поделился Гарри. Герцог Сассекский рассказал о своем разговоре с Меган, когда та поделилась своим впечатлением по поводу будущих родственников. «Я сказал ей Кейт просто. Замечательное», — продолжила тогда Маркл, — объяснил Гарри. Герцог также рассказал, что Меган понравилась абсолютно всем, а чаепитие, собрание и посиделки с королевской семьей всегда проходили на высоте. Почему отношения между Меган Маркл и представителей дома британской короны начали стремительно ухудшаться? К слову, один раз Сассекская, набравшись смелости, назвала членов королевской семьи недружелюбными и завистливыми. А после переезда в Калифорнию они будто совсем забыли о существовании королевы Уильяма и Кейт и навсегда стерли их из своей памяти. В то время как фанатам супругов остается только ностальгировать по счастливому прошлому. В этом году Меган Маркл стала автором детской книги с картинками под названием «Скамейка». Не отстает от супруги и принц Гарри, который пишет мемуары. Королевские эксперты уверены, на этом литературное творчество читы не закончится. Я не думаю, что они собираются останавливаться. Это будет продолжаться. Меган и Гарри поняли, что книги – это огромная машина по зарабатыванию миллионов, говорит доктор Теса Данлоп, которую цитирует «Экспресс». Ранее Маркл прочитала фрагмент из своей детской книги на YouTube. История предков герцога и герцогини пересекаются самым неожиданным и драматичным образом. О том, как порой причудливо тасуется колода в контексте генеалогии, рассуждал известный персонаж Булгакова. И принцу Гарри с Меган Маркл наверняка довелось увлеченно пообсуждать этот вопрос. Как выяснилось, у герцога и герцогини очень много общего. Отец американской актрисы, продюсер Томас Маркл, является потомком капитана Кристофера Хасси, который из Британии прибыл в Массачусетс в 1632 году. Кристофер Хасси – проправнук Ральфа Боуза, шерифа графства Дарим и владельца замка Стритлем. А проправнучка внука Ральфа Боуза Джорджа Мэри в 1767 году вышла замуж за Джона Лайона, графа Стратмар и Кингхорн. Так объединились династии Боуз и Лайн. Таким образом, у Мегана обнаружилась связь с ее величеством в 15-м поколении. Один из пропрапрадедов Меган, а именно лорд Хасси, первый барон Хасси Слиффорда, член Палаты Лордов и великий коммергер принцессы Марии, в будущем Марии I, также известный как Мария Кровавая. В первой половине XVI века стал одним из участников благодатного паломничества крупного восстания против Тюдоров, точнее против короля Генриха VIII предка Гарри. Главной причиной восстания было закрытие королем католических монастырей после разрыва с римско-католической церковью. После подавления бунта Генрих VIII отдал приказ обезглавить лорда Хасси. Связь Маркл с восставшим бароном Хасси обнаружил Майкл Рид, преподаватель из Австралии и большой фанат исторических исследований. Это невероятно. Один из пропрапрадедов Меган был рабом, другой крупным землевладельцем королевских кровей.